Той день следче Ксения Мельникова и зараз узгадывая с хваляванием. 24 липеня этого года она увидела на балконе суседнего дома 4-годовую девчонку. Потом встанива дома. Малая засталась дома одна. Нечаха спужалася и вышла на балкон, как позвать брата, который находится на улице. Причем рабила это настолько небеспечно, что в любой момент могла вывалиться с 9-го поверха. Ксения Мельникова, которая сейчас находится в декретном отпуске, попросила мать потелефоновать выратовальникам. А сама разом с маленькой дочкою начала размовлять с девчонкой. По сути, она на некий час стала психологом и, можно сказать, выратовала житем маленького человека. Говорю, слезь с окошка, нельзя так наклоняться, потому что она кричала, вниз смотрела, а стояла на стульчике по пояс, получается. Страшно было, какой-то неосторожный шаг, может и полететь вниз. Я ей говорила, слезь, махала. Истерика у девочки была. По мне уже взяла дочку, уже начала ей махать, говорю, смотри, вот Ляля, не бойся. Она начала отвлекаться, но все равно плакала сильно. Гэтой семьей зараз займается инспекция по справах неполнолетних. А Ксению Мельникову сегодня запросили во управление Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Для того, чтобы я еще раз подяковать и уручить подарунок. Гэтый день для шмат яких супрацовников СК в Оголе запомнится надолго. Гоноровые грамоты, подзяки, нагрудные знаки Следующего комитета за заслуги тем, кого можно назвать саправдным профессионалом. Причим, только узнагароджуванием офицейными адзнаками на гэтый раз не обмежаваляся. Беларуськие велосипеды бусил цяпер таксама меры за охвачивание супрацовников областного управления. Притым, что трапить улик лепших на Гомельщине зараз можно не только за раскрытие резонансных криминальных справ. Недавно, например, тут ушановывали маці, супрацовницу Следующего комитета, якая народила пять сынов. У гэтый ж спис могат трапить си супрацовники, які займаються навуковой дзейнастю. По усиляким разе, зараз у комитете рыхтуются до проведення буйной навуковой конференции. Мы будем проводить 20 сентября научно-прочистую конференцию, на которую приедут представители, уже зарегистрировано более 100 человек. Различных не только с нашего государства, но и иностранных государств. И не по советскому пространству, но и со стороны Европы. Алексей Цюров, Ганна Каральчук, Игорь Марышченко, телерадиокампания Гомель.